Потому что сегодня день, день всех святых, абсолютно всех, кто посиял во славе Божьей и кто был осиян благодати святого Бога. Что такое святость? Это самоценность и самоцель. Что такое святость? Это то, к чему стремляется всякое человеческое сердце, ощущенное молитвой, болезнями, скорбями, покаянием и всем добрым. Святыми не рождаются, святыми становятся. Почему и в церкви человек не есть то, что он есть, а есть то, чем он должен стать. Это постоянное плавание против течения. Это всегда преодоление гравитации и повседневности, и расслабленности, и греха, и малодушия, и саможаления. Это всегда устремление к Богу. Это всегда напряжение ума и сердца. Это всегда некая устремленность и борьба за свою душу, и за свое сознание, и за свое будущее, и за вечность. Это не что иное, как жажда неба и жажда войти в тайну о любви Христовой. Здесь и сейчас, в это время и в этом месте оставаться самим собой и искать правды Божьи, милости Божьи и благодати Божьи. Святость – это не то, что находит человек. Напротив, святость – это то, что находит человека и освещает, и преображает, и усваивает его Богом. Святые – это всегда особенные люди, которые становятся прозрачными светом Христовым, которые усвояют в свое сознание, в свою душу, в свою волю, нежно от евангельской забывания, и восходят в мир, и в мир освящаются вполне. Святой не иногда путается с временным человеком, с моралью и моралью. Мы говорим «святый храм», «святая икона», «святая чаша», «святой престол» – не потому, что он моральен, не потому, что тайная икона нравственная, но мы говорим «они святы», потому что освящены Богом. Это касается и каждого человека. Он свят, потому что освящен Богом. Потому что благодать Святого Духа коснулась его сердца, ума, таинственная момента его жизни, развернулась в его существу и преобразила. Это то, что мы должны постоянно искать, чтобы быть найдены. Это то, к чему мы должны постоянно стремляться, чтобы благодать Божию стремилась к нам. Это то, что мы должны жаждать, чтобы и Божественная Минность была несоветена здесь и сейчас, в это время и это место на нас с вами. Чтобы Минность Христова, которая победила смерть, проклятия и всякий грех, коснулась нас здесь и сейчас, вопреки бездны наших грехов, наших неправ и наших бездаконий. Священное Писание вы читаете, бездна, бездна призывают. Безда, чего есть и грехов, призывают бездну и милосердие Божие. И если она призывает, здесь и сейчас, то и Господь отвечает на этот призыв. Всякий раз, когда мы говорим, Господи, помилуй, Господь отвечает, милуй, иначе бы мы не стояли с вами здесь, в этом храме и в этот день. Бог ежесчасно, ежеминутно, минул и спасает на всякое время и на всякий час. И если мы хотим подражать святым и войти в их сон, а точнее соответствовать замыслу Божию о нас, замыслу того Творца, который выслал нас из Дебекте Абатию, даровал нам жизнь, даровал нам сознание и святчувственность, мы должны устремиться к Нему. Но не волевым способом, а напротив, со всяким смирением, радостью и благодарностью, со всяким пониманием, что Господь уже победил мир, победил все, что можно победить, и мы только должны выйти в эту победу. От нас требуется вера. Кто веровать будет во Иисуса Христа, пришедшего в плоти Сына Божия, то и спасен будет, а кто не верен, будет осужден, говорит апостол. Не будем же осуждаться нашим неверим, нашим недоверим, нашим сердечным нерасположением. Постараемся снять свою ложную самозащиту и доверять Богу, доверять Божественному промыслу и доверять тем, через кого Он совершается. И тогда мы почувствуем, что живительная благодать Божия даже на наши греховные сердца и на нашу испорченную жизнь начинает влияние. И все собирается воедино, воедино дело, в единственный смысл, в единую жизнь, которая начинается здесь, но не прекращается в этом мире. Будем же молиться всем святым, пророкам, апостолам, мученикам, исповедникам, праведникам, блаженникам, чтобы и они помогли нам осознать, что мы можем сделать ради Христа. Бог, что святым становится тот, кто соединяется с Христом. И соединяется с Христом, тот, кто всякий помысл, всякое движение сердца, всякий поступок, всякое действие сообразует с Богочеловеком Христом. Может страдать и болеть, но делать это ради идеологических, политических, культурных или личных убеждений. И Господь не примет ни этих страданий, ни этих болезней. Но может сделать нечто малое, понимая и создавая, что это я делаю ради Христа. Прочитал эту молитву, сказал доброе слово тому или иному человеку, сдержался от гнева, осуждения, раздражения. Сделал что-то доброе маленькому или пожилому человеку. И это сделал ради Христа. И тогда любовь к Христову будет пребывать между вами. Все, что мы делаем ради Христа, не сводит минус Христа. И где собираются люди Христа, там и Господь пребывает по своему неложному обетованию. Но там, где пребывает Христос, там заканчивается кризис, там заканчивается раздвоение, там заканчивается старство количества и начинается старство качества. Там начинается дело спасения, нашего преображения и вхождение в божественную замысла о каждом из нас. Будем же молиться Христу, понимаем, что Он источник всякого блага, всякой милости и всякой радости. Будем в своей жизни христоцентричны, понимаем, что наша культура и цивилизация, наша история тоже христоцентрична. Весь этот мир сотреной Христа и Христов для того, чтобы мы вошли в славу Божию. И никто нас не должен отделить от любви Божьей, ни высота, ни глубина, ни силы, ни каких их страсти. Но Бог уже должна войти наше сердце, когда и навсегда, и сердце дни совершенно. Аминь.